Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Но еще важнее то, что на уроке отвлекаться нельзя. Это запустило цепную реакцию, которая привела к двум мировым войнам и сегодняшней холодной войне. Извините, я... Вонг? Ах вот где ты был, пока все мир спасали. Далее мы отправляемся на день назад и смотрим с чего все начиналось. А началось все с Маркуса, который недавно выбрался из сгоревшего интерната, который по слухам он же и поджег. И теперь шляется по улицам в поисках еды. Живет Маркус на свалке, который крышует один потлатый мудила Рори. Что тут всем заправляет? Я тебе шею нахрен сломаю, слышишь меня? В серии можно услышать весомые социальные комментарии, что на мой взгляд довольно круто. Рейган сократил средства на ночлежке и сотни шизиков оказались на улице. Но деньгам нашли лучшее применение. Кроватые ракеты, снижение налогов для жирного козла из пентхауса. Почему бы и нет? Далее наш герой ловит небольшой приход от найденного бычка и оказывается в поле зрения полиции. Но от преследования им помогают уйти ученики школы. После заварушки с копами ученики доставляют Маркуса к Вонгу, которого здесь величают мастер Лин. Простите, не удержался. Мастер Лин предлагает Маркусу присоединиться к его академии. Ты убийца. А если я скажу тебе, что у людей вроде тебя есть дом? Школа, где ты будешь в окружении сверстников. Но Маркус вежливо отказывает. До свидос. И возвращается на свалку. А мы луем... ...того, как погибли его родители. Сотни душевнобольных оказались на улицах. Включая Барбару Селлинджер. Суицидальную шизофреничку. Барбару Селлинджер, которая воплотила все мои страхи. Сразу хочу оговориться. Комикс я не читал, но я его проглядывал. Ссылку я оставлю в описании. И вот на эту сцену я там натыкался. Так что эта сцена прямиком из комиксов. Насчет всего остального соответствия я сказать не могу. Я не верю в Бога, но я лицемер. По ночам я в основном молюсь. Жизнь идет своим чередом. Я молюсь о помощи. Ну что ж, Маркус прыгает и разбивается насмерть. О боже! Господи Иисус! О боже! На этом первая серия заканчивается. Всем пока! И чего ты ждешь? Господи Боже! А, нет? Ну ладно. Лин посылает свою ученицу и та, благодаря женским чарам и способности присесть на уши, возвращает Маркуса в школу. По ходовой донося правила. Если выдашь где школа, мы убьем тебя. Никакого неповиновения, никаких наркотиков и никакого секса. Что? Далее Маркус приводит себя в порядок. Получает документы, набор для практики и попадает в саму школу. Проблема в том, что из-за интерната за Маркусом закрепилась не очень приятная слава. Где-то убийца. Тут же Маркус заводит новых друзей. Я Мария. И еще друзей. Спокойно. Нравится Мария, да? Вечером сходим с тобой на свидание. На день классный брикит. В нем мы тебя и похороним. Ну что, доставайте учебники. У нас первый урок. Урок черных искусств. Где изучается философия убийств и наступает время получить домашнее задание. Используйте, чему научились. Найдите в городе достойную цель. Кто, по-вашему, заслужил смерти и убейте его? В качестве своего ДЗ Марки Марк выбирает Рори. А мы переносимся на следующее занятие. Урок боевых искусств. Нет, 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 не надо. Нет, нет, нет. После которого Марк получает свой обед. Спасибо. Ладно, шучу. Это своеобразный обряд классификации. О котором чуть позже. А время идет и снова пора на урок. Приветствуйте. Лаборатория едов. Место, где мы знакомимся с еще одним персонажем. Виктором. Русским. Который пытается подкатить к однокласснице. Бледная кожа, черные волосы. Тут говорят год. В Советском Союзе. Тебя бы назвали красивой. Но из-за того, что пару секунд назад ему в напиток подмешали какую-то каку. Витька в буквальном смысле просирает свой шанс. Сядь, Виктор. Мне нужно в туалет. Я сказал сядь. А мы переносимся в столовую, где новоиспеченный друг Маркуса, Билли, знакомит нас с бандами. Картель Чико. Нумеро уно в школе. Соту ватус. Мажоры. Банда Дикси. Гессенция. Конечный мировой порядок. А на кто? Синдикат Курок. И вот при чем тут крыса в коробке. Ты получил крысиный скелет в подарочной упаковке. Мы в самом низу пищевой цепочки. Никому не относимся. А мы перемещаемся на кладбище. И, что примечательно, в комиксе кладбищем называется... Реально кладбище. А у нас тут крыша дома. Убежище чудаков. Неформалов и других никому не нужных лузеров. Здесь мы знакомимся с Пьетро и Лексом и узнаем идею фикс Маркуса. Какая варварская амбиция движет тобой? Я убью мужика, разрушившего мою жизнь. Я убью Рональда Рейгана. После чего он пересекается с Сайей. И мы узнаем, что не такое уж он и убивашка. Я ранил нескольких охранников, но я не убивал этих детей. Я не такой, как вы думаете. Я не такой, как вы. А это значит, что дать отпор Чика будет не так уж и просто. Но женские чары, на этот раз Марии, пробуждают в нем дух воина. И он отправляется начистить жевалку Чикитосу. Но побеждает он его не кулаком, а сломом дерзким. Я дрался с мужиком, который режет людей по приколу. А ты пазёл. Ты серьёзно думаешь, меня вышвырнут из-за крысы? Так давай, покажи им. Давай. Давай. Хватит. Не выдерживая происходящего пиздеца, Маркус решает свалить из школы. Но по дороге его встречает Вилли и по-дружески предлагает вместе выполнить домашнее задание. По дороге ребята обсуждают, что убьют Рори. Ты поможешь мне пришить того плохого омбре, о котором ты говорил, Чика? Если это не трёп. Он реален. Рори животное. О, страшно. И тут происходит довольно интересная отсылка. Нет, на сюжет она никак не влияет, просто довольно забавно. Учитывая то, что сериал организовали братья, непосредственно связанные с Марвел. Лучшие комиксы независимые. Пылающая морковь, Американ Флэг. Люди Икс? Тёмный Феникс? Эта сучка всех натянет. После чего Вилли предлагает сделку. Давай так. Ты мне поможешь. А я довезу тебя куда захочешь. И ты больше не увидишь ни мой чёрный зад, ни владения короля. И казалось бы... Говно вопрос. Да есть загвоздка. Я пацифист, чувак. Ты кто? Чё происходит? Рори замечает наших горе-киллеров. И было уже хочет закосплеить Мариарти. Да блин, мужик. Старик Рори украдёт твоё сердце. Как Марк и Марк решают сыграть в бейсбол. Задание выполнено. И Марчелла решает вернуться в школу вместе с Вилли. Где узнаёт, что Мария его использовала. Поэтому ты притворилась, что я тебе нравлюсь. Чтобы я подрался с твоим парнем. Чтобы ты убил его. Но я не притворялась. А у Марки появляется своя комнатушка. И да, там ещё в конце есть сцена Бухача на крыше. И небольшой клиффхенгер, про который я вам не расскажу. Решите глянуть серию, сами узнаете. Так, что я могу сказать про саму серию? Ну, во-первых, она мне очень понравилась. А из-за всех этих внутренних диалогов, мне казалось, что я смотрю экранизацию какого-то аниме. Не знаю, может в этом причина. Но с тех пор, как я себя помню, я вижу призраков. Для меня это вполне нормально. Что в принципе неплохо. Либо же сериальную адаптацию фильма особо опасен. Который тоже в свою очередь был снят по комиксу. Ну и в завершении скажу, что я уже жду вторую серию. И надеюсь, что до конца сериал не опустит свои планки. А с вами был Кин. Всем большое спасибо за просмотр. И если этот обзор вам понравился или он был вам полезен, то подписывайтесь на канал, ставьте лайки, заходите в мою группу ВК и Инстаграм. А я же вам желаю только интересных сюжетов. И пока! Субтитры сделал DimaTorzok